В очередной раз предлагается сегодня обсудить поэтику Квентина Тарантино в лице его последнего фильма «Джанга освобождённых». Значит, безусловно, мне очень дорог этот успех, который у нас был по поводу продвижения и интерпретации фильма «Убить Билла 1, убить Билла 2». Поэтому, как бы, с той поры я постоянно смотрю Тарантино и пытаюсь найти в нём что-то подобное. Вы знаете, не получается. Из этого делаю вывод, значит, что тогда получилось совершенно у Тарантино случайно. Ну, не совсем случайно, но, тем не менее, это не является его основным художественным методом. Что я имею в виду? А имеется в виду следующее, что традиционное искусство и традиционная поэтика всегда описывают некого персонажа, ну, просто как двигающегося в мире. То есть они, грубо говоря, описывают определенный кусок мира. То есть для нас любой персонаж – это вот самый тот цветок или бамбук в бокале, или цветок в катке, или аквариум он на столе бывает у них и так далее. Совсем противоположная нетрадиционная эстетика, основание разработки, которую в теоретическом смысле сделал Михаил Бахтин, когда он говорит, что у Достоевского каждый автор. А больше всего в этом направлении гораздо больше продвинулся. По большому счёту её создал, практически осуществляет Алик Михайлович Наговица. Там что подлежит описанию? Там подлежит описанию не мира, не обстоятельства героя в мире, а подлежит описанию отношения персонажа или героя к происходящему. То есть, если обычная эстетика носит чисто описательный характер, там что-то взрывается, он полюбил её, а она полюбила другую, ну, что-то в этом духе, да. То здесь именно форма и способ отношения персонажа к нему, он так, именно он и подлежит изображению. Понимание подобного рода положения дел рождает в смотрящем или понимающем, в любом зрителе или читателе, совершенно новое эстетическое переживание. Эстетическое переживание переосновано на том, что в сознании ничего не предпослано. Что наше отношение к с миром есть не что иное, как отношение, а последовательное отношение сознания в самим собой. Именно так бывает, когда изображению принадлежит не персонаж, как таковый со своими вичтойностями и свойствами, а способ отношения персонажа к нему или способ персонажа к тексту или к чему-либо ещё. Это вот так. И действительно, в героине Ума Турман легко было можно понять выбор между двумя различными этими состояниями и формами отношений, о которых я так хорошо говорил. Мы видим, что такой принцип художественности, я на этом настаиваю, не является методом движения Квентина Тарантина. Просто человек настолько умен, настолько талантлив, что задумавшись один раз о тем странным обстоятельствах, что идеальный убийца, сверхчеловек практически, выбирает себе работу и жизнь домохозяйки. Он не мог этому не удивиться и не мог со всей силой художественного мастерства не положить это основание в фильме. Теперь о фильме «Джанго освобождённый». Напомню, о чём там идёт речь. Речь идёт, как всегда, в любимой художественно-стивовой манере у Квентина Тарантина об истории рабства Америки. Ну, в самом деле, я посмотрел большое количество рецензий, ну, так бегло просматривал, на Беславных Ублутков. Я ни разу никто не заметил, по-моему, ни один человек, что фирма носит характер с откровенно антисемитским душком. Это откровенно антисемитский фильм. Что мы сделаем? Немцы, талантливые, умные, там вот этот персонаж, случайно обнаружив группу людей, разговаривающих по ним с каким-то странным акцентом, не задумываясь идёт о смерти, но вместо этого не задумываясь. Он действительно, вот при самой замечательной игре, где они играли, что-то, Гонзилу, да, они пытались отгадывать, отгадывали американский фильм, интеллектуально на порядок превосходит всех своих противников, но на фоне у тех противников, то есть у группы еврейского спецназа, действующего в ТВ-бага, есть единственное преимущество, в которое они могут его обойти, в том, что они превосходят его сильно в жестокости, и в том, что они сильно превосходят его в полности. Это основа еврейского спецназа. Помнишь, солдата это убили, обещали ему сукрано? Да, 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 обязательно. Абсолютная подлость и абсолютная жестокость. И в конце концов. Они пытают свою женевку, эту самую, которая несчастная, которая получила пулю в ногу немецкая актриса, точно так же, совершенно не задумываясь. И это везде. Я вот этого ни разу почему-то такого не видел. Вообще, все женщины действуют, это опять же подло. Я не видел ни разу, чтобы это кто-то заметил. Там даже герой говорит, а удалось ли немцам, то есть Гиммлеру, Геббельсу, достигнуть такого же прогресса в развитии кинематографа, как там, скажем, нашему мейеру. Ему критик британский отвечает, что гораздо больше за свои годы. Гораздо больше. И это на самом деле так, как получается. И здесь, поэтому, когда ты с этим делом сталкиваешься, что единственное, почему победили, скажем, сторона немецкая, только потому, что они, ну там, плоских не было, да, как мне говорят. Потому, что они превзошли противника в подлости, в жестокости и в коварстве, да. Хорошо. То есть в бесславных углеводках ты вообще не видишь следов от этой рефлексивной эстетики? Я не вижу, да. Я ни в одном месте не вижу следов от этой сильной эстетики там нигде. Я, более того, еще как-то можно поработать по поводу доказательства смерти. Но у меня такое ощущение, что... Доказательство смерти? Доказательство смерти – это большой фильм, там, 4-часовой из двух частей. Это, которое сразу же после убитила, было от перенда посланного убитка. Ну, это где каскадер убивали, там... Да, где маньяк-каскадер. Да, убивает девушек. Машина каскадерская специальная, там сиденье, это пассажир, там оно не приспособлено для того, чтобы в аварии попадать. Он-то выживает каждый раз, каскадер, потому что у него там специальный каркас и прочее. А его, как бы, с пассажиром... А обе стороны, и та же сторона, с которой он тоже репетирует, это вот, боговое столкновение. Ну, и в конце, как бы, его тоже мочит. А прикол состоит, что там половина... Он попадает, в конце концов, тоже на компанию девушек-каскадеров, то есть две из них девушки-каскадеры. И самое интересное, что одна из них дублёра Рома Торманд Зои была в «Убит Билла». То есть это, как бы, проложение, но совсем по-другому снято. То есть он взял эту девушку и сам ее снял, как бы, в правильную. После этого, он дублёров, что Рома Торманд. Я еще по доказательству смерти готов как-то поговорить. Но вот здесь там-то ничего этого нету. Ничего подобного. В «Исламных ублюдков», по-моему, совершенно никак нельзя подойти. Поэтому, я думаю, та замечательная роль, сыгранная с одной стороны у Матурма, а с другой, с целым рядом остальных персонажей, которые в этом есть. Считаю, что это его просто удача. Не совсем случайно, но никакой рефлективной эстетики у него нет. Просто вот он, понимаете, как бы, он тоже, как бы, описывал горшок «Фикус» в катке с цветами. В катке, ну, Фикус вот такой. Пытался он описывать. Точно так же, так же с его персонажем. Быть может. Но просто этот персонаж у него оказался настолько сложным, что некоторые, особенно продвинутые люди, да, или он сам могут совершить определенные вот эти эффективные усилия, и понимаете, что за фильмом «Убить Билла скрывается». Вот. Теперь мы попытаемся, возвращаемся к Джанго Собожженному. Значит, краткий сюжет для тех, кто этот фильм не смотрел. Речь идет о том, что есть некий охотник за головами, ему своих, ну, он убивает людей, на которых американский суд дал. Значит, это накануне гражданской войны в Америке дело происходит. Он приходит, убивает тех людей, на которых суд приговорит смерти, которые прячутся. И он каким-то образом осуждается. А, значит, тогда нужно было не ловить их и доставлять, а просто убить их? Нет, там живой лимон. Да, живой лимон. А, живой лимон. Ну, я не раз не видел, что там был хоть один раз живой. Да, живой лимон. Живой просто любит убивать. Да, не знаю, непонятно. А его опять и крест-оперванцы играют, тот самый, который этот эсэсовец там был. Да, 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 замечательный. Замечательный. В очередной раз, по-моему, Оскар за эту роль получил. Хотя, на мой взгляд, Ириан Леонардо Де Каприо его переиграл, принес в одну калитку просто с пола с поля. А там есть, говорят, простое объяснение. Дело в том, что академики американские почему-то жутко ненавидят Де Каприо. Ну, может быть. Вот, и это просто совершенно зоологическая ненависть. Она выливается в то, что ему год за годом не дают за нормальные роли никакого вообще триза. Ну, он его вынес буквально с площадки при этом. Ну, это было, вы можете посмотреть, обратите на это внимание. На этот венец такой. Но, тем не менее, Вальц получил Оскар, а Ренардо Де Каприо не получил. Но, правда, говорят, у него вторая половинка фамилии Смирнов. То есть у него мама Смирнова. У кого? У Каприо. У Каприо, да. Ага. Ну, вот. Вроде бы. Может быть, не эта фамилия. Ну, вот это. Так, значит, смотрите. Опять возвращаемся тогда, собственно, к фильму. Речь идет об этом. И он освобождает в чисто служебных отношениях определенного рода негра, которого зовут Джанго. Он становится Джанго-свобожденным. И после этого они начинают... Дуально называют Анчей. Анчей... Как там еще это? Не знаю, я не знаю, когда по-моему. Ну, в смысле, как бы без цепей. Джанго без цепей. Он их освобождает, и они начинают заниматься общим бизнесом. То есть ездить и убивать белых. Мало того, что он убивает белых Джанго, но ему еще за это и платят. То есть он вообще стал очень счастливым человеком. И вот в один прекрасный момент, в фильме, значит, идет так, что они хотят найти его жену Джанго. И обнаруживается, что на крупнейшего и жесточайшего рабовладельца, которого Леона играет, Леона Де Каприо, она находится там в рабстве. И они туда разрабатывают хитронную схему и пытаются ее, грубо говоря, задешево ее купить, пытаются его развести. Но там у него есть помощник, старый негр, в изображении любимого талантинского актера Семенера Джексона. Он снежок, да? Да. Вот как они его называют. И он, барикол состоит в том, что он на самом деле, на самом деле является чисто по ментальности и по всему настоящим господином целью. Хотя на людях изображают из себя старого дурня, старого такого, примитивного. Это они туда уезжают, один под видом белого рабовладельца, второй под видом Крестаффер Вайс. А другой, это Джанго, под видом черного рабовладельца, что совсем не типично для Америки того времени. И пытаются развести Леона Де Каприо на то, чтобы выкупить у него свою собственную жену. Их Сэмюэл Эль Джексон понимает, что там дело происходит, а герой снежок, вот это самое. И тогда они вынуждены сумасшедшие деньги по тем временам, и за него попытаться сплатить 20 тысяч долларов. Уже готовы платить, но НРДК просит Крестаффер Вайль Северуа, пожать Северуква. А он там отметился отличными реагиями, он умрялся. Негр между собой и стравливать, и бои проводить. Где там специальная борьба была, не специальная борьба, по которому специализировался и пребывали. Да, да, да. Ну ему она просто такая жестокая, она уничтожение одного не было другим. Ну просто по дороге они загнали какого-то больного мира уже, послашивали ТВРГ на дерево, спустились в дерево, потом собаками разорвали и так далее. Ну то есть такие, то есть как бы считается у них хороший человек. И просто его вальцы не выдерживают этого, он из секретного пистолета убивает НРДК, после этого убивают его, у Джанга оказывается пистолет и так далее. И тут начинается бойня. Половина этой садьбы уничтожена, половина народу перебито и так далее. Но патроны закачиваются, как ни странно, в американских кино бывает и такое. И они Джангая берут и собираются его казнить, но после того, как Снежок говорит, что если его сдать на Камедонуни, то он будет мучиться гораздо больше. Но собираются ему просто по трезвению интали, потому как подвесив голову вниз голову. И его отправляют. В дороге ему удается развести охранников, возглавляемый в Украине на Тарантино, собственно, медицем. Ему удается раздобыть оружие, лошадь и пистолет. Охранников люди убивают, безусловно, не задумываясь, едет обратно и добивает вторую половину садьбы. Убивает Снежка, убивает жену рабовладельца, то есть Лианна РДК, убивает все местное население, саму садьбу спасает, то есть сжигает. Кругом куча ракет, взрывов, красота, туда какая, трупа, кровь льется и так далее. Они со своей подругой, вот этой обретенной женой, на лошадях уезжают так. Ну, всем очень хочется обрадоваться, потому что негры хорошие, а белые плохие. И убивать их можно в любых количествах. Художественные выражения показывают, что это как бы действительно так. Ну, что-то понятное дело, да. Вот, это так. Безусловно, фильм со вторым домом, безусловно. Он почти такой же антинегритянский, как бесславные ублюдки антисемитские. Точно такой же на самом деле. Я только хотел удивиться, что получается, что бесславные ублюдки были настолько неполиткорректны, что об антисемитизме. Да, да. Ну, единственный способ, который можно было сказать. Снять фильм о побеждающих евреях, на самом деле, евреи изображены таким образом, что лучше бы их вообще никак не изображали. Это про бесславных ублюдков. А там точно так же он красив и так далее, но негры, если, грубо говоря, не стоять на сторону Джанго, не отождествиться с ним, а просто понять, что он такого по-большому еще творит. Ну, там, например, он убивает одного из белых, когда они охотились на глазах собственного сына. Его Креступер-Вальстр говорит, ну там тебя, мол, какое-то, хоть их сомнение есть, он говорит, да какое-то, может быть, сомнение. Он подошел его издалека и пристрелил издалека. А сын тут и бегает во всем этом. Какие? То есть это вот такая вот своеобразная ситуация. Ну, это, безусловно, второе стивовое Тарантиновское дно. То есть антинегритянский фильм, может быть, не так ярко выдавлен с негритянским началом, как «Бесславные ублюдки», по большому счету, фильм откровенно антисемитский. Вот, это вот такой, значит, это значит. Давайте попытаемся все-таки за уши, не за уши, вот это обсудить вопрос, насколько рефлексивную поэтику можно потянуть такому замечательному фильму. Замечательный герой Семела Элли Джексона. Значит, вот это самый Снежок. Он подчеркнуто и родствует, когда все встречают Леонера Декаплина, родила Леонера Декаплина, проезжающего со всеми своей компанией, этих надсморщиков, рабов в кандалах и всякого прочего. Но, безусловно, после того, как ему дается их раскусить, он призывает Леонера Декаплина, типа, обсудить вопросы десерта, и мы понимаем, что перед нами настоящий хозяин у садьбы. Я согласен, никакой он не хозяин у садьбы, а то, что называется верный раб. Вот, есть вот верный раб, который в эту жизнь, условно говоря, за хозяином, он допутывается до всего, понимаешь, он во всем сомневается и прочее. Но это называется верный раб, скорее. Логика здесь состоит в том, что вот, что есть некоторого рода люди, да, вот, обычно они черный фронт, которые могут быть такими рабами, верными. То есть, это и настоящее место этих людей. Я не знаю, я не думаю, что он верный раб, он нисколько не раб. Он реальный господин этой усадьбы. Реальный. Не трогай, пожалуйста. Хорошо. Он реальный господин этой усадьбы. И именно в том, что он понимает, что ты он на самом деле господин усадьбы, в этом и проявляется в его народчатой юродимости, когда он их встречает. Он изначально изображает себе старенького дурачка. Если бы он был просто верным рабом. Понятно. То есть, он есть господин, но он не может показывать себя как господина, поэтому он юродствует. Не то, что не может себя показывать, он, грубо говоря. Хотя есть слова то, что не может показывать. То, что он, грубо говоря, сознавая себя господином, в его обстоятельствах, он может только этим способом, что ее ростует. Точно так же, как великолепная убийца у матома, геройня вот эта, беотеретский дом. Точно так же она единственным способом может осознать себя совершенно убийцей, только тем, что становится домохозяйкой. Рефлексией, мое тело, положенное в качестве тела, моего тела, то есть внешнего образа, превращается для меня в деревяшку. Здесь точно так же. Господин с абсолютной властью, обладающий, понимая, что кто он такой господин, обязательно берет на себя роль иродивого. Нет, почему? Вот если бы, например, Декаплио был подлинным господином, то там ему не нужно было бы иродствовать. Да, да, поэтому он не является другим персонажем. Ну, вообще говоря, ты забываешь, что его речер по поводу того, что любой, как бы, негр является прирожденным рабом. Да, он взял там череп, принес там ножом. Я не забываю. Я не забываю. То есть это означает, что и Снежок там тоже является рабом. Понимаешь, что там, на самом деле, есть такая линия интересная, что вот среди вот этих негров, да, есть два вида самых ненавидимых людей. Один – это тот, который является управляющим, да, управляет неграми, да, который помогает господам этих негров эксплуатировать. А другой, который вот является сам рабовладельцем. Черного мотоборца. Да, это самый низ, как бы, да. И вот встретились два самых низких, как бы, да. Так вот я-то как раз полагаю, что встретились не два самых низких, а встретились два рефлютина персонажа в духе Беатрии Скидо. У тебя, с одной стороны, господин, притворяющийся юродивым, а с другой стороны, у тебя убийца, притворяющийся черным работорговцем, чем он является прямая противоположность. Но неизменно жесток. Он говорит, что я в своей жестокости разойду любого белого. И по дороге он их людям доказывает. И Декаприев его испытывает, по большому счету. Борький хоть поймет в нем сострадание или чего-либо еще. Это вот так. Это забавная оппозиция. Единственное, для чего я додумался, по большому счету. Больше ничего не додумался в этом фильме. Я говорю, что это плохо. Мне вот сейчас хотелось бы этот вопрос раз обсудить. Вот между белыми, безусловно, Декаприев понимает себя рабовладельцем, он им является, понимает себя внешним образом. Ну, просто. Ну, вот я рабовладелец, да. Я владелец газет, параллозов и бакучи черных рабов. Точно так же и герой Креста Фервальца тоже полагает, что он охотник за головами, но он действительно охотник за головами. Ну и что? То есть вот этой самой второй позиции, позиции усиленного притворения кем-то другим, ее как бы так не происходит. Вот это забавная позиция в каждой паре. Они просто равны себе, без рефлексий. Да, они равны себе, да. А зачем насилуют материал под какую-то вашу схему? Вот я не понимаю. Есть фильм как бы, да? Их надо искорить из того, что есть. Да потому что проблема, что не удается изнасиловать материал, материал сопротивляется. Потому что он другой просто, ваша схема и ваша схема и она... К этому фильму не имеет отношения. Ну и все, в этом состоит суть. И зачем как бы специально это придумывать, как бы вот здесь какие-то там специальные ходы, для того чтобы к ней привести, не очень понравилось. Да, может быть, это... Я вполне тоже так думаю. Суть-то состоит, если брать внешнюю там вот, да, вот... Я тоже так думаю. В чем состоит суть? Суть состоит в том, что с одной стороны Раф-то осуждается, да, и вот со стороны этого немца, да, вот пока было немец, как бы держит такую позицию, что, в принципе, все люди равны. Что негры, как бы, что белые, это не имеет никакого значения для него. Там, он пытается отнестись к чернокожим, как таким же людям, как и он сам, да, вот он на такой позиции стоит. И, с другой стороны, есть рабовладельцы, да, ярким примером, который является, которого играет персонаж Декабель. Он, наоборот, считает просто, что только белая раса, там, она достойна, как бы, жизни, да, и вот она, собственно, имеет право право, здесь-то я как раз не согласен. Нет, это внешняя конва, внешняя конва. Вот, и вот есть некая внешняя конва, да, вот, сталкиваются две точки зрения на любви. Все люди равны, да, и что, на самом деле, они преимущества. Да, Леонардо Декабель, как дело обстоит-то? Понимаете, человек, который думает, я вот, например, считаю, что я выше собаки, я от меня вот сильно отличаюсь, я не нуждаю для доказать себе, почему вы ей лучше. После того, как я беру линейку, начинаю скрывать мозг и доказывать, почему она лучше, чем эта собака, то это означает только одно, что я считаю собакой уже в каком-то смысле равной себе. Ниша в этом смысле говорит, что аристократу не нужно доказывать, почему он лучше и сильнее другого человека. Ему не надо соревноваться с представителями черными. Ему не нужен знак своей значимости. Да. Ему не нужно соревноваться с представителями черными. Поэтому Сократ – это человек из народа, потому что он приходил на арену и соревновался в интеллекте. А аристократу не надо это делать. С той поры, как герой Леонардо Декабель начал рассуждать о черепах, и звилинах обо всяких, и бугорках, с той поры он признал некра за равно в себе. Но там же есть же другие моменты. Помните, когда Вайс подъехал в начале фильма двум бандитам, которые вели негров? Да. И эти негры никак не сопротивлялись, хотя их было больше. Их двое людей вели, и они потом так и остались. Это тоже важно. Пока Вайс не скомагал, что вы можете поступить так-то, можете освободить вашего хозяина из-под лошади, и дальше проследовать вместе с ним, а можете его убить. То есть это раз момент. Второй момент. Помнишь, когда уже его везли на каменоломню, опять же негры не выскочили из клетки? А так все время, пока он стрелял и убивал, они сидели, и как какие-то забившиеся собачки, даже боясь высунуться, и даже не высунулись по итогу. Он так и ускакал, наш негр, и улыбнулся. Потому что, в принципе, они рабы. Рабы по натуре, а не просто рабы, которых вы завладили. И третий момент, подожди, третий момент. Когда персонаж, которого играет Де Каприо, вопрошает, вот смотрите, рабов на самом деле больше, чем нас. Почему же они не восстанут? Взяли бы нас всех и перебили. Почему они это не сделали? Почему у него был раб, который брил его отца, и брил его деда, и брил его самого? Да, и тем не менее, он сто раз мог бы его убить, и не убил. И у него единственного из всех этих, во-первых, внешнефеноменологических констатаций и вот этого вопрошания показывается, что вот чернокожие, в принципе, те чернокожие, которые участвуют в фильме, они, в принципе, по природе рабы. И он даже такую фразу делает, что чернокожий не раб, там, это один на миллион. И как бы он обращает к этому герою, охотнику за головами, неужели ты один, тот самый, один на миллион? А в конце фильма он еще так заявляет, да, я именно тот самый один на миллион. Когда убивают вот этого управляющего негра, он говорит, я именно тот самый один на миллион негр. То есть и он признает, что негры, что вот чернокожие, они являются по природе рабами. То есть на самом деле здесь разыгрывается не такая простая конва, как хотелось бы. Да, так здесь есть еще, наверное, и другое. Вопрос освобождения. Вопрос освобождения. Почему полководец становится полководцем на сельском языке? Нет, есть на самом деле вопрос освобождения, а есть вопрос свободы. И вопрос, я даже сказал, образования. Нет, вопрос освобождения и вопрос свободы. Понимаешь, свободному человеку действительно в голову не придет, на самом деле, чего-то бояться. Он свободный, и для него это естественное состояние, быть свободным. А освобожденный, он постоянно закабален этим своим освобождением. Он как бы привязан к нему, он его доказывает постоянно своими действиями. Ты вспомни, как нарочито этот негр, охотник за головами, как он нарочито выказывает, что вот он господина, что он не негр. Он постоянно везде это выказывает. Он даже агрессивен против, вот когда он в свите там скачет белых. Он просто ведет себя себя агрессивно. С лошади кого-то уронит, слова кидают. Он постоянно, он привязан к своему высвобождению. То есть, на самом деле он не свободен. Тот, кто освобождается, чтобы быть свободным, он еще должен какой-то шаг сделать. Второй. Потому что первый шаг отрицания, он на самом деле все равно связывает его даже своим отрицанием. Отрицая рабство, раб все равно связан с тем, что отрицает. Потому что свободный, он ничего праве не отрицает, он самодостаточен. Ну, как Нишевский аристократ. Может быть, как Нишевский аристократ, да. Здесь, на самом деле, проблема вот именно, что джанго не свободный, а освобожденный. И освобожденный – это всегда экспрессия, это всегда какое-то, как бы… Надрыв. Да, то, что было невозможно, все стало позволено. Вот убивает, вот некого рода такая экспрессия. Надрыв, допустим, да, всегда. Потому что как ведет себя Бальф? Он свободный, да? Он не убивает просто так, кого попало. Он ведет как-то себя разумно, да. И ему голову не приходит, на самом деле, вот так вот, крушить, направо, налево, все, храмсель. То есть он ведет себя разумно. То есть он понимает, что свобода, она, в том числе, она держится в неких границах. Она не просто некого рода безудержность такая. А у джанго, поскольку он границ-то не знает, он был рабом. Его всегда сдерживали извне. И вот тут ему дали свободу. И он вот, вот эта вот безудержность проявляется, да, вот как бы выскочил на волю лошадь дикая. И поскакал им, куда глаза глядят. Вот так он действует. Понимаешь, вот убивает, так убивает безудержу. Там всех подряд, там, независимо ни от чего. И он же там убивает много тех, кого убивает. Ну, убил он, допустим, рабовладельцев. Убил он тех, кто там, ну, допустим, на осмотрщиков там убил. Но он же убивает женщину, да? Чем сестра-то виновата? А сестра, а ж допросчик? И когда она сидела, они сидели, обедали. И когда перед ней пытались издеваться там над служанкой негрой, она даже там за нее заступилась. Что давай, давайте не будем как бы издеваться. То есть она в каком-то смысле, у нее есть там внутреннее какое-то достоинство. И она понимает, что как бы ни было там рабство, это рабство, конечно. Но тоже надо как-то уважать и этих рабов. Каких-то рабов. То есть в принципе она вызывает какую-то симпатию. Ну, не знаю, в толках, конечно, ну ладно. Нет, я с тобой согласен. Я с тобой согласен. Мне, честно говоря, я, к сожалению, фильм так еще и не удосужился бы смотреть. Я как-то жду, пока его можно будет спокойно купить и посмотреть на картинку. А зачем его купить, когда берешь, скатываешь с торрента и смотришь? Я не принялся, ты в хорошем качестве смотрел? Да. И вот я еще хотел заметить, на самом деле, вот этот персонаж, которого играет вальц, да, вот этого охотника за головами, он на самом деле провокационный персонаж. На самом деле получается, что вот такими добрыми намерениями выстрел на дорогу в ад, да. Потому что на самом деле он же есть тот самый звено, через которое раб вырывается на воду, да. И он, с одной стороны, он нам вроде нравится, да, он вроде на правильной позиции стоит, чтобы все люди равны и так далее, да. Но есть некая конкретность бытия, и эта конкретность бытия, вот она вот в неком, в этом рабстве, да, оно закреплено, так уж устроено. Да, тем, что он занимается образованием раба, он превращается вот именно в этого, в джанго-стреляющего. Это же заслугового персонажа вальца, что джанго, и джанго в кандалак стал превратился в джанго-стреляющего, непрерывно, притомно. И вообще быстро, и вообще нет, как. Да? Да, не только в этом дело, это дело же не в каких-то там, просто, у него, он, этот персонаж, понимаешь, как бы, в чем суть? Суть состоит в том, что он искренне заблуждающийся. Ну, на том фоне, как показана действительность, да, действительность – это действительность обладения. Ну, уж такая вот ситуация там у общества. И она утрясает различного рода слои общества. Вот, если бы рабов тогда было бы отпустить, они бы просто диким образом все бы разрушили, всю цивилизацию, которая существовала. Она, поскольку, возможно, даже эти работы сами себя прокормить даже не смогли. То есть, они бы просто, как бы, сначала все расходят, уничтожили, а потом и сами погибли, да? И вот есть некоторого рода скрепляющие начало этой цивилизации, вот этой… Как сейчас надо говорить, духовные скрепы. Неважно, не духовные скрепы. Есть у рабства некоторая иерархия, да, вот этого. То есть, раб, там, видишь, если доказывается, что раб занимает свою рабскую позицию не просто так, а это, на самом деле, его некоторого рода уровень, на который он только и может покуситься, на который он достоин находиться, то и раб, как бы, находится на правильной позиции, поскольку он в этом рабстве может себя сохранить. И господи находятся на правильной позиции, потому что, как бы, они друг друга дополняют и составляют некая целостность. Так вот, этот вальс, несмотря на то, что он нам, как бы, симпатичен, он разрушает эту целостность рабовладения. То есть, понятное дело, что рабство сменяется другим общественным строем. Да, этот общественный строй, как бы, на новом уровне утрясает вот эти все конфликты внутренние, да, новое, нет, возникает некое новое равновесие. Это все понятно. Но, тем не менее, то равновесие, которое было тогда достигнуто, его нельзя разрушать. Так уж устроено общество. Потому что всякое нарушение равновесия всегда приводит к сессам, как и показывается. А еще так здорово, оно же само дано в таких совершенных внешних формах. Это вот эта великолепная усадьба, это городской дом со всеми, с прекрасными негритянками. Ну, конечно, весь европаводический юг был, безусловно, прекрасен. Да. Не, ну, точно так же, если мы вспомним нишу, ведь тоже об этом пишут. То аристократическое общество, которое, естественно, базировалось на рабстве, да, но точно так же было прекрасно. И сам ниша отдает отчет, на самом деле, что оно во многом основано именно потому, что было рабство. Потому что они должны, как бы, работать и обеспечивать некоторую, вот, такую пышность других, да. Так уж устроено, так должно быть, как он считает, что они предназначены для одного, другие предназначены для другого. Тут, видите, тут, возможно, вот безничества не обошлось, да. Так что я не думаю, что фильм вот такой, кривиальный здесь, да, и прямолинейно все показано. Здесь показано, наверное, трагичность и рабство показано. И в то же время, как бы, показано, что вот в те времена по-другому, наверное, было невозможно. То есть в те времена, наверное, рабство было обосновано. Хотя, действительно, эти рабовладельцы, они совершенно там безобразны. Там просто, это просто чудовище. Карикатурные, как и высшее насильское руководство на посланных убитых, оно же тоже носит откровенно карикатурные характеристики. Они там облизывают губы, глаза у них закатываются, какие-то там они лоснящиеся, как-то полусумасшедший там, который был постоянно с кнутом. У него какие-то листы, листы, я не понял, библии, что ли, наклеены на футболку. Я так и не понял, какой-то... Ну, там, понятно, что это уже какие-то деграданты. Это все понятно. Это общество катилось к этому, может быть. Но, тем не менее, на фоне вот этих деградантов, ведь мы имеем образцы-то. Вот этот рабовладелец, да, которым играет ДиКапель, это же просто образец человека. Вот как он себя ведет, да, как он это ставит, как он себя вообще рекомендует, понимаешь? Это некого рода образец человечести. Человечести. Да. Потому что, понимаешь, он же понимает в каком-то отношении, что рабы тоже люди. Тебе он говорит, почему они не восстанут, почему они как бы не... Да, потому что, став на их место, он, безусловно, перерезал быт. Да, он же перерезал, да. И герой Вальца тоже показывает, он спокойно идет на смерть ради определенного рода принципа. Он же знает, что первый выстрел герой Вальца ДиКаприо, а второй будет, повторяя по нему, в самом деле. На самом деле, самое интересное, что вот этот персонаж ДиКаприо, он же переигрывает всех. Переигрывает, то есть, он же вот, когда просит рукопожатие, он же фактически все это делает только ради того, чтобы вот в этой игре, да, вот в некотором соперничестве, да, вот... Да-да-да, согласно. Он же всех переигрывает. Эта сцена очень была похожа на эту ситуацию с Беславными Ублочками. Потому что выстрелить из пистолета, я назначал признать, что ты проиграл. Ну, быть может, нет. Быть может, нет. Нет, когда этот персонаж Вальца стреляет... Вальца был наоборот способ не проиграть. Ну, у него... У него не было способа, он был зажат между тем, что он с одной стороны должен был. Там, на самом деле, ситуация такая была, что уже купщая оформлена, да, уже как бы она положена в карманы, казалось бы... 20 тысяч баксов ушло, а то, что надо было быть кучей на годы, чтобы 20 тысяч баксов заработать. Подожди, подожди, еще никаких это никого не убили, просто... Просто с 14 тысяч долларов заплатили за... 20. Ну, не важно сколько, пускай 20. Заплатили за... Рабыню. Да, за рабыню. Да, и казалось бы, все сделали. Но, на самом деле, вдруг как бы выясняется, что рабовладелец, который играет Экаприо, ему не понравилось, ну, как бы вдруг все обнаруживается, да, и вот эти люди, которые приехали покупать рабыню, они как бы перестают, как бы, скрывать. Да, они как бы все показывают, вот, свой, как бы, некую неприязнь, да, вот, свое отвращение к тому, что вокруг здесь происходит. То есть, они, как бы, просто осклавились. И это не понравилось, естественно, Экаприо, и он, как бы, решил, как бы, их как-то наказать. И он говорит о том, что вот эта вот купщая, она не действует без того, чтобы не скрепить ее рукопожатие. И все упирается теперь в последний рукопожатие. А Вальц уже высказал свое мнение по поводу рабовладения. Он же говорит, вы, говорит, читали когда-нибудь романы этого Дюма? Да, читал, там, какая-то цитата следует из Дюма, что ли, или что-то в этом роде. А потом уясняется, вдруг у рабовладелец уясняется, что Дюма-то был где-то черным. Немножко. Ну, мулатом он был. Ну, мулатом он был, да. Это к чему? И вот рабовладелец, как бы, требует этого рукопожатия. И это оно, как бы, невозможно, потому что карты раскрыты, потому что все эти слова сказаны. И Вальц, если он примет это рукопожатие, это будет означать, что все, что он говорил, сказал до этого по поводу рабовладения, по поводу хозяина. Это все, как бы, нивелируется, да? Нивелируется. И поэтому он не может этого рукопожатия сделать. А с другой стороны, он должен его сделать для того, чтобы все-таки сделку завершить. Да. Для того, чтобы освободить его. Да. А тот не удерживает и стреляет. И он, в итоге, как бы, да, в последнюю секунду, когда он уже протекает пилка, он стреляет из пистолета и убивает. Да, и в следующем поле убивают его, да. Но обратите внимание, здесь на такая ситуация оказывается, что белый немец, бывший стоматолог, не задумывается, идет на смерть ради принципа. Ага. Что совершенно не происходит с тем самым негром, который дедушку, отца и самого героя Де Каприо брил. Брил, брил, брил. Хотя он мог спокойно завершить. И Де Каприо в первый момент бы, наверное, это бы вопрос и решил таким образом. Он просто бы перерезал голову еще дедушке, и после него не было ни сына бы, ни внука, ни кого бы. Там еще вот тоже важный момент, мне кажется, и без него нельзя как бы обойтись, что персонаж Шварц вводит этого главного, в этого жанра, вводит в бизнес, в Папа-Инге вот этих вот преступников, да, и он вводит его тем способом, что как бы объясняет нам, что вот что можно делать, а что делать нельзя. И на факт. И потом получается, что в конце фильма вот этот джангл, он выходит за рамки, он уже убивает просто так. Потому что он уже убивает даже подло. Он там договаривается с людьми, которые их везут в каменоломни, он договаривается с ними, чтобы как бы обманывать их, да, что как бы вот есть некого такого рода там голова, которую нужно поймать и за нее деньги получить. А сам, и когда его освобождает, он всех вот этих белых убивает. То есть на самом деле там вот вот то, что про подлость говорили, мы когда обсуждали… Веслан Курлик. Да, Веслан Курлик. Здесь тоже есть такой момент подлости некоторой. На самом деле… Я не знаю, я бы видел здесь цитату из Коинов, по большому счету, там где нет страны без старины или советской подкарте, я называл «Со старикам здесь не место». Просто откровенно. Ну ладно, это так. Не, ну насмотрщики-то ничем не виноваты, они ничего… Ну эти-те-те-те-те-те-те, ребята у Коинов тоже были. Не, ну он же становится, он же бить как, да, он охотник за головами, он действует рамках закона, он тот… Убивает белых родителей. Тот свободник, кто действует рамках закона разумно, а тот, кто выходит за рамки закона, тот сам начинает убивать, он же сам становится преступником. Ну и, кстати, по поводу вот этого, как ты говоришь, хозяина… Снежка. На самом деле, если вдуматься, ведь этот Снежок его щадит, это ведь он… Да, конечно. Это ведь посылание каменоломни, якобы это тяжелее, мы все прекрасно понимаем, что это не так. Да, и он относится в тот момент, когда его снимают с этой виновки, люди взяли вниз глазами. Очевидно, со страданиями, как равными, даже со симпатией. Поэтому я понимаю, вот для таких тонких вещей, действительно, Тарантино должен был учиться. И, опять же, убивая, то есть, когда Джанку убивает этого управляющего, он опять же поступает подло. То есть, ему в каком-то смысле, вот в рамках системы, которая существует общественная, да, ему спасает жизнь, ему дает возможность свое достоинство сохранить, да, не быть кастрированным. И, тем не менее, он возвращается и всех убивает, и в том числе убивает и вот этого управляющего. Снежка. То есть, и здесь опять подлость некоторого рода там. Слушай, вот я, к сожалению, не посмотрел, но общее описание мне создаёт впечатление, что это всё развернутая иллюстрация бессмертной фразы, как она там звучала в этих живых мальтицах. Общий смысл был такой, что прав, не прав, главное у кого ружьё. Дело не в том, что ты прав или не прав. Главное, что у тебя есть ружьё, а у них нет ружья. Или ты успел их убить, а они тебя не успели убить. И вот весь этот фильм – это колоссальная. Я думаю не так. Большая метафора. Я думаю совсем не так. То, что там немец есть, это указывает немножко на то, что немецкая культура, она, в принципе, принципиальная культура. Это указывает как-то наоборот. Нет, я как раз с немцем-то думаю… Почему здесь немец? Но нам важно именно, что он немец. Я думаю, что как раз немец… Знаешь, про кем из этого причина появляется? Надо объяснить про его акценты все. Не-не-не-не. Именно все… Да, ему надо было объяснить, почему он взял эту роль, или Кристофа Вальца. Ну, просто… Нет, нет, я думаю… Это реже акцент. Я думаю существенно, что именно он немец, там в англоговорящей среде, что он выделяется, что его взгляды другие… Да, это, кстати, очень интересная игра. Подожди, подожди. Давайте так вот. В Америке где-нибудь немцы какие-нибудь свои государства создавали на основе владения? Правильно. Вот в этом и идет речь. О чем я хочу сказать, что немцы здесь как бы… Это есть те самые демократы как-то, настоящие, да? Не демократы. Они не захватывали колонии. Немцы нигде не захватывали колонии. Они никого не делали раба. Что еще вот этот персонаж Леонаро Де Каприо франкофил? Да, еще там? И это как бы даже подчеркивается неоднократно. Не, ну там говорится, что не говорите на французском, потому что он типа… С одной стороны он франкофил, а с другой стороны он французского не знает, да. С одной стороны дом по высоким французским стандартам содержится, с другой стороны не говорите по-французски, потому что он безусловно франкофил, не знающий французского, безусловно. Ну и манера у него там есть. Надо об этом подумать, надо подумать как-то. А вам вообще показано, что вот эта вот некая цивилизация англоязычная, она немного варварская, даже и не только потому, что они с рамами себя так ведут, и даже вот эти вот господа, они немного варвары. Ну, варвары не в том смысле, варвары со стороны как бы немцев, немец там, а со стороны европейцев, правильно сказать, что-то дикое-дикое периферия, по сути, подражающая французам, французскому роскоши, ну, не говорящим о французском. Это же фактически это всякого рода чел. Да, вот именно в этом здесь речь идет, да, что действительно, что люди, которые подражают европейцам, но европейцами несколько не являются, то есть это их дикие нравы там на Диком Западе, как у нас на Диком Востоке, так ли, да? Нет, ну слушайте, отчасти да, это понятно, что туда сбегали всякого рода маргиналы, и для них это была колоссальная возможность, свою маргинальность там беспрепятственно пестовой. И это как раз очень понятно, но возвращаясь к началу, если есть ли возможность здесь увидеть элементы рефлексивной поэтики, я, честно говоря, совсем не вижу. Я тоже не вижу. Потому что все персонажи, четыре главных центральных персонажа, о которых я услышал, они просто тождественные себе. И просто вот один из них машина для убийства, другой просто господин, он садистический господин, но он при этом и стельствующий, как полагается господину на юге, безусловно. При нем есть раб, который настолько раб, что полностью признает свою рабскую природу и сам в себе подавляет всеми возможными способами свои организаторские таланты. То, о чем ты говоришь, что он вообще фактически руководит всем, но при этом он признает себя рабом, подчиненным. Вот это, конечно, интереснейший психологический тип, наверное. Но это именно что тип. Здесь нет никакого зазора, здесь нет надрыва, в смысле... Здесь нет вот дистанции между персонажем и тем, кто он есть. И сознанием себя. Да, да. Именно поэтому Джанго, кстати, всех убивает, обманывает. Потому что для него нет такого понятия, как обман. Для него есть одно – выжить. Выжить он может одним способом – убить быстрее, чем его убьют. Все. Парис. Там еще такая, мы на самом деле это забыли, там еще есть такая история про Брунгильду. И что немец, да, и что немец и рассказывает вот этому чернокожему, он рассказывает ему историю такую из своего эпоса. О том, что вот Брунгильда сидела, как бы там, ее дракон охранял, как бы, и пришел рыцарь, да, вот Зигфрид, и как бы ее освободил, да. И как бы, и получается, что вот Зигфридом становится вот этот Джанго, да, как бы, да, вот в этом эпосе. А Брунгильда – это вот та рабуня, которую они идут освобождать. Ну и дракон понятный. Которая, единственное, если говорить по-немецки, вот такая вот экзотика, рабуня, говорящая об немецком. Да, рабуня говорит по-немецки, она единственный такой специфический персонаж. Да, когда Гавулава какой-то немецкой госпожи, ну, то есть немецкой госпожи, ну, то есть немецкой госпожи, это развлечения, наверное, учила. И самое интересное, что вот этот эпос, он красив, да, и мы понимаем прекрасно, на самом деле, что Зигфрид тоже, когда, наверное, Брунгильда освобождал, он тоже дракона не жалел, ушел по своему пути, как бы, вот через круг. Но, тем не менее, как бы, почему-то в конце не вспоминаешь об этом эпосе. То есть то, что происходит, это просто… Я про него практически забыл, да. Да, да, это просто… А фильм осмотрен он так давно, месяцы назад. Нет, нет, это просто… Я просто могу сказать, что это означает, на самом деле, что то, что совершает вот этот джанр, это уже пародия уже, да. Это вот пародия вот на этот эпос. То есть он никакой Брунгильды не освобождает, да, на самом деле, и даже сопоставление этого – это невозможно. Возможно просто, что этот персонаж, который у Вальса играет, он просто себя, себя дешит вот такой, такой… Что он пытается вот себе заглушить эту вот совесть. Помнишь, он говорит, что я, говорит, тебя отпустить не могу, потому что я, говорит, когда сделал тебе свободу, я взял за тебя ответственность, да. Т.е. он делает его компаньоном, почему, потому что он почувствовал вдруг, что он освободил раба, он у этого раба купил покупщика, да, и сделал его свободным, что он почувствовал, что он должен теперь, как бы, это вести дело до конца, да, там, помочь ему стать свободным на самом деле. Т.е. но это не удается, как мы понимаем. Т.е. потому что в конце, как бы, он становится именно, что не свободным, а вот как освобожденным, так и остается освобожденным. Т.е. он что, все еще, еще кто-нибудь еще хочет сказать? Т.е. он хочет еще не сказать? Смотрю на джанги. Т.е. не удалось его освободить пока что. Т.е. и там еще мне, на самом деле, что любопытно, там еще есть такие постоянные коннотации о том, что и вот эта Брунгильда, да, там, в кавычках, как бы, и вот этот Зигфрид, они постоянно везде сбегают, они постоянно наказывают. Т.е. фильм начинается с того, что поймали вот этого джанга там, его наказывают там. Т.е. потом эту, вот, его пастью тоже, где-то она убежала, ее тоже поймали, ее тоже наказывают. Т.е. они как бы плохие рабы, как бы они, на самом деле. Т.е. как бы плохие рабы. Т.е. приезжают, она как раз вечно в жизни жизни. Т.е. причем, как бы, по этому поводу, я уже вот высказывался по этому поводу, этот персонаж, которого, это рабовладельцы, так он и говорит, что такие рабы бывают один миллион. Т.е. может быть, среди щернокожих тоже бывают люди, по своей натуре, ну, такой, любящие свободу. Т.е. но в целом, это только один миллион. Т.е. опять же, это, опять же, доказательство того, что изначально, вот, чернокожая раса, она прирождена для того, чтобы подчиняться. Т.е. пускай там один миллион и бывает, которые могут, которые не могут подчиняться, которые являются плохими рабами, на самом деле, но таких мало. Т.е. может быть, кстати, вот эти подозрения, что тут есть некая рефлексивная эстетика, рождаются из того, что джанга – это пародия на эпос. Т.е. вот, когда из-за того, что это именно пародия, мы начинаем предполагать. Т.е. не знаю, мне это совершенно не казалось. Мне показалось, что история с Бронгильдой и Сикфридом вообще там не за уши потянут. Т.е. потому что это означает, что пародия. Понимаешь, это как бы, мы видим, что она неуместна. Т.е. она неуместна, хотя, почему-то в этих категориях вот этот немец, да, почему-то думает. Т.е. умный, образованный человек – это вот такой хоп-оп, он гидает себе такую хэнс. Т.е. я же говорю, что он не понимает ситуации. Т.е. вот он живет в своем мире, в котором не понимает реалии. Т.е. это, может быть, тогда было… Т.е. молодечество общества. Не понимаю. Т.е. поэтому он просто… Т.е. в родном, кто они живет? Т.е. что этого спасает, освобождает джанго, фактически, это рефлюктивно. Т.е. как принято у них в Европе… Т.е. мне кажется, что тем самым он свою совесть, как бы… Т.е. как это сказать… Т.е. замал… не замалчу как-то? Т.е. не знаю… Т.е. не знаю… Т.е. не дает высказать своей совести. Т.е. он придумал вот этот вот миф, да, что якобы вот в этом есть нечто оправданное. Т.е. и пытается этот миф наложить на реальность. Т.е. она не такова, как мы понимаем потом. Т.е. да, она не такова, конечно. Т.е. она совершенно не такова. Т.е. и притом еще, заметьте, только… Т.е. через весь фильм только один этот немец, да, который у Вальса говорит, Т.е. только он ужаснулся тому, как негра отдали на растязание собакам. Т.е. только он один, там, стоя где-то там… Т.е. ему стало даже дурно, да, когда они там за бедом сидели, Т.е. вспоминают у него воспоминания, мелькают, да, что вот раба вот так вот человеку можно было отдать на растязание. Т.е. а вот у этого джанга ничего такого нет, никаких угрызений совести по поводу того, что он видел, как его брат, он, говорят, там убивает, да, там растяживает, у него ничего такого нет. Т.е. он, в принципе, как бы как персонаж какой-то бесчувственный. Т.е. потому что он фактически ведь ради некого своего блага, ради того, чтобы эту вот эту свою пассию освободить, Т.е. он готов идти через все, убивать на право и на лево. Т.е. негров убивать своих же, там, других людей убивать, белых, неважно. Т.е. вот у него есть как бы цели, причем эта цель эгоистическая исключительно, да? Т.е. вот он это вроде ее все положил. Т.е. совсем существенного жанра. Т.е. смотри, как он обошелся с человеком, который дал ему свободу. Т.е. он даже не повернул его, не посмотрел в последний раз в лицо. Т.е. он просто достал документ об освобождении, сказал «до свидания» и ушел. Т.е. бросил там своего напарника. Т.е. никаких сожалений, ничего нет, понимаешь? Т.е. он уже был мертвый? Т.е. мы убили сразу же. Т.е. он стрелил, и его уже в залог замочили. Т.е. а че сопли-то разводить? Т.е. ну че-то разводить. Т.е. дело же не в этом. Т.е. дело в том, что он всему, он этому вальцу обязан всем. Т.е. обязан тому, что вальцу... Т.е. нет, здесь-то я как раз особо не вижу. Т.е. не вижу ничего. Т.е. ну так он был, когда он видел его напарника вполне добросовестно. Т.е. потом он умер, его нет. Т.е. опять же, здесь некоторого рода эгоистическое... Т.е. ты предполагаешь, что этот вот... Т.е. это дикий человек будет проявлять какие-то тонкие сентименты? Т.е. даже не сентименты, а человечество мог бы проявить. Т.е. да откуда ему проявить человечность? Т.е. ему стрелять надо было. Т.е. он и есть чернокожая. Т.е. очень быстро и очень много стрелять тоже умеет, ему было не до этого. Т.е. вот именно. Т.е. смотри, ведь в сущности это было давнее дело в Европе. Т.е. был специальный жанр литературный – воспитание чувств. Т.е. когда людьми начала обладевать эта идея, что человек – это существо такое тонко чувствующее, Т.е. и создавались просто литературные произведения, которые показывали, как следует чувствовать, как следует переживать, какие сентименты когда уместны. Т.е. а ты ожидаешь от черного человека, который в жизни своей ничего не видел, кроме тяжелого физического труда, что он проявит какую-то тонкую душевную организацию. Т.е. откуда ей взяться? Т.е. она берется только от культуры, от образования. Т.е. как раз там жанр как раз и проявляет тонкую душевную организацию. Т.е. это безусловно, мне кажется. Т.е. в чем? Т.е. ну, например, по отношению к своей Брунгильде. Т.е. безусловно. Т.е. а, так ему же Вальц объяснил, что у тебя есть Брунгильда, а ты должен быть Зиккелем? Т.е. нет, нет, он до этого был гораздо больше, чем Зиккелем был Брунгильдой. Т.е. это безусловно так. Т.е. ну, чего? Есть еще что-нибудь сказать? Т.е. все? Т.е. ну, все? Т.е. мы говорили много и туда форму. Т.е. ну да, нормально. Т.е. полезно. Субтитры делал DimaTorzok